Очень часто мы приходим вместе с вами на холм Авентин полюбоваться прекрасными видами, которые открываются с апельсинового сада. Лучшего романтического места не сыскать. Здесь можно уединиться, отдохнуть, послушать музыку. Но сегодня рано утром я пришла сюда, чтобы побывать на закрытой территории, куда можно попасть только вместе с экскурсоводом. Холм Авентин считается престижным и дорогим местом для проживания. Здесь рядом с античными постройками соседствуют дорогие виллы и не только. Попав однажды на площадь мальтийских рыцарей, вы можете заметить очередь у дверей. Это очередь, чтобы заглянуть в замочную скважину, что-то напоминающее подзорную трубу, и одним глазком посмотреть на роскошную аллею и одновременно увидеть три государства – Ватикан, Италию и территорию Мальтийского ордена. А собор Святого Петра виден, как на ладони. Но сфотографировать всю эту красоту можно только на фтопарад с хорошим объективом. Вот эта площадь и территория за замочной скважиной – это территория Мальтийского ордена. Попасть внутрь виллы Приората рядовому туристу очень сложно. Можно только заглянуть в замочную скважину. Сегодня я приглашаю вас прогуляться по территории виллы Приората вместе со мной. Итак, сегодня мы в гостях у самого необычного государства мира. Мальтийский орден имеет свою конституцию, флаг, герб, гимн, почту, собственные паспорта, деньги, которые, попав в оборот, тут же попадают в коллекцию нумизматов. Также у них есть свои марки и автомобильные номера с кодом СМОМ, которые можно увидеть на улицах Рима. Паспорт суверенного Мальтийского ордена признают во многих странах. Владелец такого документа имеет право на безвизовый въезд в 32 государства. Фактически как паспорт Ватикана. Он приравнивается к дипломатическому. Владеть таким паспортом удостоились только 400 человек. Главный символ, конечно же, Мальтийский крест. Восьмиконечный крест – символ восьми рыцарских доблестей. Форма креста позаимствована с герба древнего итальянского города Амальфи. Именно оттуда были выходцами первые госпитальеры. У суверенного ордена госпитальеров в Риме два владения – магистральный дворец или палаццо Мальта, который находится на улице Кондотти. И это вилла Мальта. Ее еще называют вилла Приората. В Риме рыцарь Мальтийского ордена или Белого креста осели вынужденно. Орден был основан в одном из госпиталей Иерусалима. Оттуда и название членов ордена – госпитальеры. Изначально они помогали паломникам, бедным и больным. И сейчас продолжают заниматься благими делами под девизом «Сохранение веры и помощь нуждающимся». Даже цветы высажены в форме Мальтийского креста. На этой вилле происходили самые значимые события в жизни ордена. Здесь происходили выборы последних шести великих магистров. А 24 июня уже на протяжении веков в саду виллы отмечают праздник посвященный святому Иоанну Крестителю. Великий магистр принимает на вилле глав государств, представителей правительств, послов, которые ежегодно собираются на конгресс. Старейшее рыцарское братство в мире Мальтийский орден в этом году отметило 907-ю годовщину основания. Все художественные оформления, видимые на архитектуре площадей дворца, это эзотерические символы, связанные с масонством, которые смогут понять только те, кто умеет их расшифровать и прочитать. Кто же автор этого архитектурного комплекса? При имени Пиранези мы тут же вспоминаем гравюры, потому что на самом деле мы больше знакомы с Пиранези как с гравёром, через его различные виды Рима. На своих гравюрах он сочетал реальную архитектуру с вымышленной. Пиранези часто называли бумажным архитектором. Эта вилла является единственной реальной архитектурной работой знаменитого художника и гравёра. А сейчас мы подошли к двери, где находится та самая замочная скважина, через которую одновременно можно увидеть три государства. Посмотрите, что мне удалось снять. Кто-то заглядывает в замочную скважину и пытается сфотографировать купол собора Святого Петра. Мы сейчас идём по аллее, которая хорошо просматривается в замочную скважину. Это и есть территория одного из трёх государств. Территория Мальтийского ордена. Собор Святого Петра – это Ватикан. И вся остальная видимая территория – это Италия. Вон там дверь, видите? Вот так сейчас проходят экскурсии. Все в масках и на расстоянии. Купол собора Святого Петра виднеется вдали. Если вы помните, мы находимся на холме Авентин, а с высоты всегда прекрасные виды на город. Вся территория Мальтийского ордена в цветах, скульптурах и тайных знаках, которые очень интересно рассматривать. В 1764 году Пиранезий создал рыцарскую площадь Мальтийского ордена и перестроил церковь Санта-Мария-дель-Приорату, связанными с историей и традициями ордена. В этой же церкви стоит его скульптура, под которой находится урна с пеплом. В этой церкви похоронен Пиранезий. На этом наша небольшая экскурсия по территории виллы Приората заканчивается. Теперь и вы здесь побывали. А вот так цветут каперсы. Посмотрите, какие нежные цветы. Узнали улицу? Мы находимся на Ведой Джубонари. По этой улице в средние века паломники шли от театра Марцелла до замка Святого Ангела, а там в двух шагах и Ватикан. Улица Джубонари проходила через квартал ремесленников, где бойко шла торговля. Да и сейчас эта улица славится хорошими магазинами. А рядом находится рынок Кампо де Фиори. Мы частенько с вами бываем здесь. С утра здесь торгуют продуктами, а во второй половине дня это место встреч и аперитивов. По-разному складывались судьбы у людей, которые приезжали в Рим. Так уж получилось, что для Джордана Бруно дорога в Рим обернулась путем на Гальгофу. Именно здесь, на этой площади, его сожгли. А для Караваджо приезд в Рим оказался восхождением к славе. Однажды за уличную драку Караваджо был посажен в тюрьму Тор Динона, где случайно оказался в одной камере с умным и болевым человеком. Это был Джордана Бруно. Он ожидал решения суда Инквизиции. В течение трех дней, что Караваджо просидел в тюрьме, между ними велись разговоры на разные темы. Джордана Бруно с удовольствием делился своими мыслями о космосе, тьме и свете. Однажды философ заметил, что природа не терпит резких переходов от одной крайности к другой и поэтому переходит в тень. Эта встреча в тюремной камере произвела на Караваджо сильнейшее впечатление. А мысли Джордана Бруно о взаимодействии света и тени прочно засели в его сознании. Любители Караваджо поняли, к чему я все это рассказываю, что позже во многих картинах слова философа нашли свое художественное воплощение. Однажды на площадь Навона приехала карета и повозка, сидящая в ней в кандалах худого монаха. Был обнародован приговор. Смертная казнь через сожжение на костре еретика и врага церкви Джордана Бруно. Джордана Бруно почти 7 лет провел в тюрьме Тординона и в подземной тюрьме замка Святого Ангела, но не пал духом. Он не отрекся от своих учений и за свои научные и антирелигиозные идеи был приговорен к смерти. Казнь была назначена на пятницу 17 февраля. Римляне считают, что число 17 приносит несчастье, а если выпадает еще и на пятницу, то жизнь останавливается. Лучше ничего не делать и не выходить из дома, чтобы не привлекать беду. Но церковь считала это суеверием и выбрала этот день для казни Джордана Бруно. Караваджо захотел попрощаться с человеком, который поразил его глубокими знаниями. На небольшой рыночной площади Кампо-де-Фиори вместо торговых рядов был установлен и шафот из досок. Вокруг столба были разложены сухие дрова и хворост. Место казни было оцеплено папскими гвардейцами в ярких униформах, пошитых по рисункам самого Микеланджело. А за гвардейцами стояла толпа римского народа. С Джордана Бруно сняли сутану и крепко завязали рот, чтобы он не смог обратиться к толпе или не крикнуть слова проклятия. Палач поднес зажженный факел к хворосту, раздался страшный вопль, кричали все. Потом наступила тишина. И по воздуху витал запах гари и паленого мяса. Караваджо пробрался через толпу, чтобы покинуть это жуткое место, и пошел на площадь Навона. Там заказал себе в троттерии вино и уединился в дальнем углу заведения. В тот же вечер он слег в горячке. Всю ночь бредил, вскрикивал, его мучили кошмары. Сказалась сильная усталость и нервный срыв. Его увезли в больницу, и только через пару недель он встал на ноги. После этого ужасного февральского дня он возненавидел служителей церкви за жестокость. И вот спустя почти 300 лет мир вспомнил о Джордана Бруно. Когда Италия стала единым национальным государством, желая загладить вину, прилюдно попросила прощения у Джордана Бруно, воздвигнув ему памятник на той же самой площади Кампо-де-Фиори, где он был сожжен. Теперь каждый год в день казни к памятнику возлагают цветы. А мы сейчас едем ужинать в городок Ориччи. Выезжаем из нашего района. Как видите, в Риме много многоэтажных домов. Это уже более современный район. Риме многоэтажных домов. 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 Достаточно выехать из Рима, а там прямая дорога сначала приведет в городок Костель-Гандольфо, потом в двух-трех километрах уже и городок Орича. Если ехать дальше, городок Джинцано, Неми – все рядом с Римом. Дата основания города Орича историкам неизвестна, но есть предположение, что этот городок появился раньше, чем Рим. Здесь проходили важные битвы между этрускими и греками. Уже позже здесь была проложена знаменитая Апиева дорога, которая была построена в 312 году до н.э. Дорога длиной 540 километров. Ее в то время называли «Царица дорог». Находясь на расстоянии 26 километров от Рима, городок Орича был избран местом для остановки путешественников и паломников, которые шли в Рим. Здесь было очень много таверин, постоялых дворов и рынков. Сейчас городок Орича входит в список Кастелли-Румани. Он состоит из 13 средневековых городов, окружающих Рим. История Кастелли-Румани начинается с падения Римской империи, когда самые богатые семьи начали строить замки вокруг Рима. Потом позже здесь были расположены и летние резиденции пап римских. Городок может похвастаться художественным наследием, связанным с именем Бернини. Он приложил свою руку почти ко всему – к дворцам, церквям, главной площади городка. Раз в году здесь проходит фестиваль Поркетто Диориччия. Поркетто является главным героем этого фестиваля. Это итальянский свиной рулет с чесноком и розмарином, запеченный на вертеле. Такой рулет может весить от семи до пятнадцати килограмм. Чтобы сделать этот рулет, выбирают свинью, которой меньше года, исключительно самку, весом не более семидесяти килограмм. Люди в национальных костюмах под музыку и шум толпы готовят и продают это вкуснейшее блюдо. И если вы случайно попадете на такой фестиваль, то будете свидетелем целого гастрономического шоу. Летом мы частенько приезжаем сюда. Во-первых, здесь свежо и прохладно. Во-вторых, в траттериях и ресторанах очень вкусно готовят римские блюда. Народу здесь всегда много, и в основном итальянцы. В это время люди начинают собираться на ужин. Итальянцы ужинают в восемь вечера, едят медленно. А в пятницу, субботу и воскресенье могут засидеться и до полуночи. Местное домашнее вино, множество закусок, первое, второе на выбор. И в конце, конечно же, десерты. Я покажу вам немного атмосферу, от которой у меня, например, кружится голова. Вроде бы все так просто, без каких-то изысков, но так мило и всегда хочется вернуться сюда. Когда у меня спрашивают, где в Риме можно вкусно покушать, всегда затрудняюсь ответить, так как мы предпочитаем ужинать в выходные дни за Римом. В таких местах, как это, готовят очень вкусно, здесь едят только местные. И если кухня хорошая, то многие возвращаются сюда уже с друзьями и родственниками. как-нибудь расскажу вам, почему мне не нравится обедать и ужинать в ресторанах Рима. После ужина решили немного прогуляться. Высота этого моста, который был построен в 1854 году, – 72 метра. Как рассказывают местные жители, слава у этого моста не очень добрая. С давних пор сюда приходили самоубийцы, чтобы сброситься с моста. Падая с высоты 72 метров, вряд ли кому удавалось выжить. Сейчас вдоль моста натянуты металлические сетки. Смотрится неэстетично, но зато больше никто не бросается вниз. Посидим немного в тишине и прохладе и поедем домой. Прогуливаясь вечером по Риму и таким городкам, как Оричи, уличное освещение как будто умышленно перебрасывает нас в Средневековье. Вам не кажется? А по этим средневековым улицам, но уже в Риме, я сейчас выйду к площади Навона. Про то, что площадь Навона находится на месте, где был сначала построен стадион Домициана в 80-м году нашей эры, вы точно знаете. Позже трибуны стадиона послужили фундаментом для строительства домов и дворцов. Уже много историй и легенд я вам рассказала про площадь Навона. Но сегодня, в летний период, хочется вспомнить историю про озеро площади Навона. Идея сделать одну из самых очаровательных площадей Рима практически городским озером пришла в голову знатной женщине того времени Донне Олимпии Помфили, которую в народе называли Пимпатча. Называя так Донну Олимпию, народ не испытывал большую симпатию к ней. Об этой властной женщине я постараюсь рассказать в ближайших видео. История будет очень интересная. Те, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Здесь вы найдете много интересных историй о Риме и его жителях. Зная эти истории, вам будет интереснее гулять по Риму. Первое появление озера на площади Навона произошло в 1652 году, когда сток воды из фонтанов был перекрыт и вода выливалась на площадь. Таким образом, чуть вогнутая площадь превращалась в озеро. Сейчас площадь Навона выровнена. В жаркие летние дни детвора веселилась и плескалась целый день напролет. Замысел озера на площади Навона так понравился горожанам, что каждый год с 1652 по 1866 год в Риме в летний период на площади Навона появлялось озеро. Тот, кто был в Риме, может понять, как в жаркое лето хочется охладиться и поплескаться в каком-нибудь фонтанчике. Но сейчас за такие плескания в фонтанах штрафуют. И штрафы очень большие. Например, закупание в фонтане Треви – штраф 450 евро. И еще одна радость. На площадь вернули наших любимых художников, которые придают неповторимую атмосферу этому месту. Напомню, что в прошлом году было запрещено художникам на площади Навона продавать картины. На мой взгляд, это был глупый и необдуманный запрет. Вот и сегодняшняя прогулка подошла к концу. На этом я буду прощаться с вами и до новых видео, друзья. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Настеро, спасибо. Александр ЛART Это... Конечно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok